МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И именно поэтому программа «Живаго» сегодня будет целиком и полностью посвящена группе «Гражданская оборона». Тем более, что ей в этом году стукнуло аж целых 25 лет. И перед тем, как начать рассказывать историю группы «Гражданская оборона», я хочу сказать спасибо нашему спонсору, магазину «Лайфстап», который предоставляет мне нереальные шмотки. Спасибо, Лайфстап! Игорь Федорович Летов родился 10 сентября 1964 года в Омске. С рок-музыкой Егор Летов впервые встретился, когда ему было примерно 8 лет. Его брат, впоследствии известный джазовый музыкант Сергей Летов, а тогда студент Новосибирского университета, постоянно привозил из Академгородка пластинки. Это были записи групп «Зе Ху», «Шокинг Блю» и других. Первое же прослушивание «Зе Ху» оказало на Егора Летова одно из самых убойных потрясений и открыло путь в будущее. В дальнейшем брат довольно долгое время записывал ему различные группы. «The Beatles», «Юрай Хип», «Лед Зепплин», «Пинг Флойд», «Назарет», «Айрон Баттерфля» и многие другие. По его собственной теории, человек, завязанный в какой-то творческой среде и получивший информацию, через некоторое время это как переполненный стакан. Просто накапливается творческая энергия. Непосредственно перед образованием своей первой рок-группы Егор два года прожил в Москве у своего брата, впитывая в себя всю новую музыку. В 16 лет у Егора появилось желание делать что-то свое, и он решил собрать группу, сразу же начав сочинять свои первые тексты. Через какое-то время Егор Летов покупает бас-гитару и возвращается в Омск. А мы тем временем начинаем смотреть концерт группы «Гражданская оборона» в клубе «Б1 Максимум». «Гражданская оборона» в клубе «Б1 Максимум» в клубе «Б1 Максимум» в клубе «Б1 Максимум». Наше дело последнее, словно патрок, словно весь на последний путь И словно всякий последний раз, словно первый вдох, словно первый шаг В мире без греха, в мире без греха И в нем косы постучатся в нашу дверь Гневные весны, веселые войска Однажды, только ты поверь Твои дни коснется правильную сторону И времени больше не будет 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 Наше дело прыващее, словно поле заторванной фразыской пулей Как священной народной войне Словно царь и след, словно твердый бог В мире без греха В мире без греха В мире без греха В мире без греха И в нем косы постучатся в нашу дверь Гневные весны, веселые войска Кто-то, только ты поверь Но я в нем косметики Гневные весны, веселые войска И в нем и больше не будет И времени больше не будет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В то время автором Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Материалом первых двух альбомов гражданской обороны «Поганая молодежь и оптимизм» были ранние сочинения Егора Летова. Однако записать эти два альбома не удалось по причине преследования группы со стороны КГБ. Басист Константин Рябинов, несмотря на проблемы с сердцем, был отправлен на армейскую службу, а Летов принудительно госпитализирован в психиатрическую больницу. Первые два альбома все-таки были впоследствии частично реставрированы, а частично заново записаны с использованием раритетных дорожек. Летом 1986-го Летов вместе с Евгением Филатовым записывает акустический альбом «Гражданской обороны» «Игра в бисер перед свиньями», материал которого впоследствии был переписан Летовым в одиночку и вышел под названием «Красный альбом». Вообще весной и летом 87-го Летов записывает аж пять альбомов. Красный альбом электрический, «Мышеловка», «Хорошо», «Тоталитаризм» и «Некрофилия». Хотя все пять альбомов и были записаны в одиночестве, в аннотации к ним состав группы указывался так. Джай Горф – вокал, «Лукич» – ударные, «Майор Мешков» – соляк с фузом, «Килгор Траут» – бас, «Дохлый» – гитара. Под всеми этими псевдонимами скрывался сам Летов. Мифический майор Мешков получил имя в честь майора КГБ Мешкова Владимира Васильевича, который вел дело против Летова и его соратников. «Килгор Траут» – это один из любимейших персонажей Курта Ванегута. «Лукич» – ссылка на Ильича. «Егор Дохлый» – давний псевдоним Летова. «Лукич» – это один из любимейших персонажей Курта Ванегута. «Лукич» – это один из любимейших персонажей Курта Ванегута. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Допро пожаловать в Казахстан! М apresentka up on 3-й стороной! meterska up on 3-й стороной! Or россия будет ленацпопс! В апреле 1987 года на первом Новосибирском рогфестивале, проходившем в ДК Чкалово, Егор Летов знакомится с Яркой Дягилевой. Летов с того время играл на Ударных в составе группы пик лаксон. В гримёрке внимание Янки привлёк скромный молодой парнишка интеллигентного вида в нелепых очках. Там же она познакомилась со своей будущей подругой Юлией Шерстобитовой из Томска. Сразу после этого фестиваля, ставшего переломным в жизни Янки Вадим Чёрный Лукич Кузьмин, Янка Ира Летяева, Константин Рублёв, Евгений Данилов и другие новосибирцы поехали в Омск, где Янка познакомилась с товарищами Егора по группе Гражданской обороны и другими омскими рокерами. Ей хватило недели, чтобы безоглядно влюбиться в Егора и остаться с ним на полтора года. Так началась совместная творческая и просто жизнедеятельность двух великих российских поэтов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так что опыт бродящей жизни Я поимел во всей красе Где мы только не жили В подвалах, в заброшенных вагонах, на чердаках Вспоминал как-то Егор Ленов При любых возможностях Они давали концерты В отличие от скромной Не очень уверенной в себе ярки Егор всегда считал, что любое творчество Должно быть обнародовано Он записал кучу разных альбомов и бутлегов Дошло до того, что в дискографии Футаются теперь даже искушенные Поклонники Летова Посвящается Автуру Ли Сиду Барату Тимоти Лири Великие стволы Обрастают ветвями Ветвы невечные Становятся суками Сучья в руках Мы летим, как ракеты Сияющий космос внутри Ознайся слава всех насам Слава пионерам Луна, карва, проходцам Своих беззаглядных трансраств Своих беспременных глубин Своих беззаглядных трансраств Своих беззаглядных трансраств Своих беззаглядных трансраств Своих беззаглядных трансраств Своих красноцветных глубин Это наш кемический дом Для печальных жителей земли Это наш кемический дом Для печальных жителей земли ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Своих беззаглядных трансраств Паническая жажда Выстрелы от отсюда И сталые ангелы С голодными глазами Штурмуют свои небеса Стащи слава всех насам Слава пионерам Луна, карва, проходцам Своих беззаглядных трансраств Своих беззаглядных глубин Своих беззаглядных трансраств Своих беззаглядных глубин Это наш кемический дом Для печальных жителей земли Это наш кемический дом Для печальных жителей земли Это наш кемический дом Для печальных жителей земли Это наш и месяцный дом для печальных жителей земли. По словам очевидцев, Летов был диктатором не только в творчестве, но и в быту. Мог устроить Янке скандал за то, что она не в тот момент вышла из комнаты или после концерта при всех ее отругать. Несмотря на то, что Янка в глубине души не принимала многих летовских взглядов, она даже себе в этом не признавалась и всеми силами пыталась дотянуться до уровня своего избранника. Если Егор сказал, что песня плохая, Янка прислушалась к его мнению и старалась оттачивать свои тексты и аранжировки в соответствии с представлением Летова о музыке. Нередко, правда, сопротивлялась, спорила, но в итоге все равно уступала. В итоге творческий любовный союз Дягилева-Летов распался. Причину их размолвки Егор не рассказывал, а Яна постаралась как можно скорее забыть об этом периоде. Они не знают, что такое путь, они не знают, что такое смерть, они не знают, что такое страх. За ядер на морсе десерпимых стен, Майор их передуши с их подрядом идет, он кремит сапогами, но упав ровно лет, и мы лет под ногами Майора. Мы лет под ногами Майора, мы лет под ногами Майора, мы лет под ногами Майора. Они смеют далеко, у них живые глаза, они беззащитные, им нравится жить, и они все вместе, так было всегда. Они последние, кто помнит, что такое свет, а у нас не осталось ничего, мы отрем, и все, что поможем, это быть лишь и долг. Мы лет под ногами Майора. Продолжение следует... 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 с другими двумя группами участницами этого движения. Инструкции по выживанию и Родина. Также гражданская оборона в это время сотрудничает с НБП. В 96-м году записываются альбомы «Солнцеворот» и «Невыносимая легкость бытия». В 2005-м году альбомы отреставрированы и переименованы в «Лунный переворот» и «Сносную тяжесть небытия». Однако лето в конце 90-х постепенно начинает разочаровываться в политике и в 1998-м году выходит из НБП. А после гибели одного из нацболов от рук противников партии заявил, что впредь не желает сотрудничать ни с какими политическими организациями, особенно крайнего толка. В 2004-м году были записаны два альбома «Долгая счастливая жизнь» и «Реанимация», в которых группа отошла от политики и панк-рока в сторону психотерапического гаражного рока. С их выходом начался новый этап творчества гражданской обороны. «Долгая счастливая жизнь» стала первым альбомом после семилетнего перерыва, содержащим собственные песни группы. Источником вдохновения для альбома послужило попадание Егора Летова в «Реанимацию». Сам Егор Летов сказал по поводу альбома «Долгая счастливая жизнь» следующее. «На самом деле альбома записано два. Это две части такой мини-оперы, некоего цикла «Сродни стене Пинк Флойда» или «The Lamb Lies Dows on Broadway» Дженезиса. Это одна длинная вещь. Первая часть называется «Долгая счастливая жизнь», вторая — «Реанимация». 28 композиций по 14 на альбоме. 28 разных точек зрения на одну и ту же ситуацию. 28 взглядов одного и того же человека, который родился и ходит. Болтается между раем и адом, между небом и каким-то невиданным дерьмищем. Обратно он вернуться не может, как невозможно обратно родиться. И вперед идти тоже невозможно, потому что есть определенные законы эволюции и бытия. То есть это превозмогание такой ситуации. Это состояние войны. Состояние невиданных страстей, чувственного, энергетического, духовного, психоделического, физиологического, ментального кошмара. В 1990 году прекращает играть в гражданской обороне самый старый ее участник Константин Рябинов. Потрясениям и праздникам нет Горизонтом и праздником нет Вдохновениям и праздником нет Нет, 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 нет Безрыбья в золотой полынье Вездесущность мышиной возни Слые сумерки бессмертного дня Долгая счастливая жизнь Такая долгая счастливая жизнь Однедолгая счастливая жизнь Каждому из нас Каждому из нас Каждому из нас Каждому из нас Беспощадные мины морщин Марианские впаденный глаз Марсианские хроники Нас, нас, нас Посреди одинаковых стен В гробовых отдаленных домах В непроглядной ледяной тишине Долгая счастливая жизнь Такая долгая счастливая жизнь Однедолгая счастливая жизнь Каждому из нас 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 Искушеньям и праздникам нет, преступленьям и праздникам нет, исключеньям и праздникам нет. Нет, нет, на земи продуманных сквозняках, по болотам, по пустыням, степям, по сугробам, по грязи, по земле. Долгая счастливая жизнь, такая долгая счастливая жизнь, однедолгая счастливая жизнь каждому из нас. Каждому из нас, каждому из нас, каждому из нас. Долгая счастливая жизнь, такая долгая счастливая жизнь, однедолгая счастливая жизнь каждому из нас. Субтитры создавал DimaTorzok Каждому из нас Луна, словно репа Звездный фасоль Спасибо, мама, Маша За хлеб и за соль В душе корешу Хотела бы то Веселое время Наступают брата Весенний дождь Их поливолка странам Музыкант Селиванов Удалился шарфом Никто не узнал Что в бою смешано Никто не узнал Что всем так будет смешано Маленький мальчик Нашел пулемет Так получилось, что он больше не живет На кухне он Намазал маслом кусок Пожевался, пил И поставил весок А пока он ел И пил из стакана Поэт пошла, чеф, упал Убился из окна Ой-ой-ой Сработал капкан Еще один зверек Полупредил нашим рукам Мир пробудился Тяжелого сона И вот наступила Еще большая весна Потерностью тел Застанала кровать Такое веселье Просто Свою мать Свои второчки Сломал клубочок По дороге Насыщу Что в мертвый молжечок Савтрак Ужин и обед Морочок Меда мы еще Ед Умаслова репа Слезный фасоль Спасибо вам, ажа За хлеб и за соль Веселое время Наступает, друзья Ой-ой-ой Веселее некуда Ой-ой-ой Веселее нельзя Ой-ой-ой Веселее некуда Ой-ой-ой Веселее нельзя Ой-ой-ой-ой 9 мая 2007 года издательство Выргород выпускает новый альбом группы Гражданская оборона Зачем снятся сны Названный критиками самым светлым в дискографии группы На пластинке нет ненормативной лексики Сам Егор в разговорах об альбоме говорит Впервые я создавал вещь для себя Чтобы выразить все что я чувствую Поэтому я не стал ни материться ни на кого-то нападать Летов попадает на обложку второго номера музыкального журнала Билборд на русском языке Московский концерт в поддержку альбома прошел в клубе Б1 Максимум Именно этот концерт мы сегодня с вами и смотрели Гражданская оборона отыграла его в составе Егор Летов вокал гитара Наталья Чумакова бас орган Александр Чесноков гитара орган Павел Перетолчин ударные 19 февраля 2008 года в Омске около 16.00 по местному времени Егор Летов скончался во сне от остановки сердца По другим данным причиной остановки сердца стала острая дыхательная недостаточность У Егора остановилось дыхание Похоронен он 21 февраля на старовосточном кладбище города Омск рядом с могилой своей матери Последний свой концерт Егор и гражданская оборона сыграли в Екатеринбурге 9 февраля 2008 года То ли поелом То ли по домам То ли скатертью Дорожка То ли что-то ищу Словно Камни Словно Камни Словно Чемпли Будем Привыкать Будем Привыкать Будем Привыкать Сумертии Боги Разбились По углам Всего-то Разорвало Горизонт Пополам Чувства Часом Год За годом Вех За веком Будем Привыкать Будем Привыкать Будем Привыкать ДИНАМИ ДИНАМИ Субтитры создавал DimaTorzok Будет привыкать Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В этом году Егору Летову исполнилось бы 45 лет. И концерт, который мы сегодня с вами смотрели, является одним из последних крупных концертов группы «Гражданская оборона». За всю свою историю группа выпустила 23 официальных, а также множество неофициальных альбомов, бутлегов, сборников и официальных и неофициальных концертных записей. Всего релизов насчитывается около 60. Кстати говоря, концерт, который мы сейчас с вами смотрим, абсолютно эксклюзивный. Его не показывали ни на одном из телеканалов и не сдавали на носителях. Так что ловите момент, такого вы нигде не увидите. Концерт снят в клубе «Апельсины», половина из него, как вы, наверное, уже поняли, акустика, а другая половина электричества. Кстати говоря, незадолго до своей смерти Егор Летов успел пересвести все официальные альбомы Янки Дягилевой, а также несколько концертов, и передал их издателю. По его словам, материала всего на 4 диска по 80 минут. Каждый диск содержит авторское предисловие Егора Летова. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо магазину Lifestyle